Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 июня. И вот вчера, позавчера, когда разгорелись страсти вокруг этого желтого томата, когда я сказала, что те томаты, которые после консервации, они уже спеют, показала желтый томат, вот они действительно уже буреют многие. И одна зрительница сказала, что там вершинная гниль, но оказалось, что это не вершинная гниль, а просто пятнышко. Но я задумалась, и я побежала скорее проверять свои томаты, но не все томаты, а именно группу риска, нет ли вершинной гнили. Сейчас я расскажу вам, кто опытный огородник, он знает, какие томаты входят в группу риска, кто только начинает свою огородную историю, я сейчас поясню. Группа риска для вершинки, то есть для образования вершинной гнили, это все томаты удлиненной формы, пальчиковые, сосульки, сливовидные, такие как бы удлиненные, и особенно, не просто сливовидные удлиненные, а в первую очередь с носиком, с длинным-длинным вытянутым носиком, и вот такие томаты чаще всего поражают совершенной гнилью. Я те годы не расстраивалась, у меня таких томатов сортов было очень-очень мало, только алые свечи, и, ну, многие, вот смотрите, многие говорят, что часто на сибирской тройке и на петруши, они тоже такие же вытянутые, перцевидные, но они крупные, часто вот на этих томатах есть вершинная гниль, у меня ни разу в жизни не было, фу-фу-фу. Говорят, на Казаново часто вершинная гниль, он у меня там тоже не было, но у него конец тупой, и с тупым концом они не так рискуют получить вершинную гниль, как с остреньким, а в этом году у меня огромное количество вот таких томатов с остреньким кончиком, я побежала скорее проверять. У меня буратино, потом золотой лимон, банан сибирский, сейчас я вам покажу, и я все-таки ведь нашла один маленький плодик с крошечной-крошечной вершинной гнилью, сейчас я вам скажу, ой, покажу ее и скажу, какую профилактику вершинной гнили я сделала. У меня в этом году первый раз в жизни появился сорт золотой лимон, который я очень-очень давно хотела. У него как раз вот такие плоды, которые для вершинной гнили, как по заказу, смотрите, вот этот носик такой очаровательный, тоненький, длинненький, и вот на таких томатах именно такой формы нужно проверять в первую очередь. Я весь золотой лимон проверила, на них вершинной гнили нет. И вот смотрите, уже взрослые такие лимончики, все носики хорошенькие, черненьких носиков нет, но проверяя дальше, проводя ревизию вот таких сортов, я уже сказала, что я нашла один плодик с вершинной гнили, сейчас покажу вам, но хочу перед этим показать красоту золотого лимона. Посмотрите, какой красавец. Посчитала вот здесь 24 кисти, это в кисти 24 томата, а там 23, по-моему. И что меня поразило, не повлияла вот эта жара, у нас же нынче была жара аномальная, и многие томаты в теплице не допылились, в кистях были пропуски. А здесь, смотрите, все томаты завязались, и все томаты, ну, без вершинной гнили, но все равно я их обработала. А с вершинной гнилию у меня нашелся один томатик вот на этом кусту. Это у нас банан оранжевый. И смотрите, что самое интересное, вот здесь один куст банан оранжевый. Я просто его пасынки не стала удалять. Видите, я его растянула во все стороны, и он будет теперь везде-везде-везде вот эти плодики висеть. Он, интересно, есть с тупым концом, вообще почти тупой, один и тот же куст. Вот видите, как сливовидный. Есть вот с таким носиком, чуть-чуть, а есть прям с острым-острым-острым носиком, ну, как по заказу для вершинки. И вот один из этих томатиков, вот, смотрите, дошла я. Видите? Ой, подождите. Вот, это называется. Здравствуй, вершинная гниль. Так, я сразу. Вот их там много, я все-все их обсмотрела. Нет больше ни одной вершинной гнили. У меня досмотр прошли все. Ой, вот тут-то сколько их. Ой, молодняк, смотрите, какие носики очаровательные. Ой, вообще, малыши. Малышатки. И смотрите, я сделала так. Взяла, ну, вот, короче, взяла самый распространенный, самый простой способ профилактики вершинки. Или даже лечения, если она уже появилась. Это первый звоночек. У некоторых все в кистях могут быть вот такими с черными носиками. Взяла селитру кальциевую. Потому что все мы знаем, что вершинная гниль, это недостаток кальция в грунте. Или неспособность, невозможность его взять из грунта. Ну, тут у нас, мне кажется, возможность, наверное, есть взять. А недостаток, да, даже не недостаток, а вот именно с такими сортами, да, им недостаточно. Они вот до самого конца не доходят, этот кальций. Взяла селитру кальциевую, чтобы вас сильно не задерживать. Развела по инструкции. Тут еще написано 20 грамм на 10 литров воды. Вот пакетик этот. Развела на 10 литров воды. Сделала опрыскивание. Вот этих томатов сделала опрыскивание золотого лимона. И сделала опрыскивание еще двух новых сортов, которых у меня раньше не было. Это буратино, он тоже с длинным носиком. И это дрова, потому что про дрова тоже многие говорят, что он поражается вершинкой. И то, что у меня осталось после опрыскивания с ведра, я просто полила вот так вот под кустик. То есть сделала одновременно корневую подкормку и листовую. Все. Я надеюсь, вот после такой подкормки у меня больше не будет таких очаровашек с темными носиками. Хочется получить эти плоды, чтобы они вызрели. Потому что после поражения вершинной гнили плод уже не пригоден к употреблению. Его сейчас можно взять, снять и выбросить. Ну вот, пока смотрела это видео, заметила еще одно крошечное пятно вершинки. Вот это самые, как раз про это все и говорят, что удлиненные сорта, на них чаще всего вершинная гниль. У меня-то все круглые, все крупные обычно. Ну, в большинстве своем. Вот, надо делать теперь профилактику от вершинки. Вот про это средство, селитра кальциевая, я хочу сказать, что с ним все-таки рекомендуют действовать осторожно. Если томаты у вас жирующие, если они и так у вас уже, то, конечно, эта селитра, она хоть и кальциевая, но она все равно там есть содержание азота, она может навредить. Но я, видите, у меня все эти томаты, они сами такого строения, как худенькие, они такие, как лиана, лиановидные. Я думаю, они не зажируют, но вы просто, я хочу предупредить, что когда вы селитрой обрабатываете, хоть какой, хоть калиевый, хоть кальциевый, если вы часто будете обрабатывать, вообще рекомендуется не чаще двух-трех раз, можно опрыскать, часто будет обрабатывать, возможно, жирование. Об этом никогда не забывайте. Но я вот свои томаты обработала, посмотрю в конце сезона, скажу вам результат, появился ли еще очаровательный томат черным носиком или нет. Продолжение следует...